всем привет с недавнего времени приходится с вами довольно таки часто здороваться потому что я параллельно делаю несколько работы проектов и поэтому в течение одного дня могу с вами поздороваться два-три раза но ничего страшного сегодня я значит буду делать очередную раму для себя может быть для продажи какой-нибудь довольно таки интересной геометрии и снова закупился трубами так это такое наверное опять обучающее видео с него я как-то начинал но так и не закончил хотя много материала которое было не выпущено что нам потребуется троп самое основное как видите он очень похож на тахинский вот 2 где-то убежал ну ладно дальше каретка bsa отлично значит рулевой стакан без которого мы не сможем рубить это у нас нижняя верхняя труба на самая тонкая 25 и 4 потому что трубы у меня хромур не оверсайз оверсайз это когда я не чутка больше обычного диаметра потом значит идет труба подсидельная кстати уже отторцевали то есть я смогу спокойно сегодня спаять каретку достаточно ровно вот такая же толстая как и посидельная труба размером 28,6 и вот труба нижняя тоже основная которая держит большую часть нагрузки тоже 28,6 два пирога верхних тоненьких по моему он идет здесь от 16 к 10 миллиметров и чей стейн который держит нашу к лесу звездочку и дают звезде упасть вот они такие здесь они спрессованы для того чтобы звезда какого бы мы размера не поставили я уже ставил даже 50 нет 6 58 звезду и она у меня не задевает за за эти перья поэтому дополнительно подминать их не придется потому что они имеют овальную форму ну вот это такой вот минимальный набор который необходим для создания рамы если нужно сделать раму для шоссе конечно вот этих вот мелких деталей которые будут прикрепляться к раме будет гораздо больше это уже другая история так как весь велосипед строится от каретки если мы сделались управлен с самого начала то и велосипед у нас будет достаточно ровный но даже мировые производители не гнушаются правкой рамы потом на стапеле поэтому определяем где у нас левая и правая сторона у каретки вкручиваем туда саму каретку я вкрутил ее с правой стороны поэтому она будет правой и мы это запомним когда вы соберете велосипед и вы начнете вкручивать каретку она окажется с левой стороны будет просто фейл и провал очень важное замечание чтобы разметить каретку нам необходимо знать длину она практически всегда составляет 68 миллиметров в исключительных случаях 70 миллиметров это по-моему для итальянской каретки но это британская вот поэтому она 68 делим этот расстояние по полам получается 34 миллиметра этот центр потом значит труба подсидельная у нас 28,6 это расстояние также делим на 2 и вычитаем 34 и того у нас получается 19,7 миллиметра соответственно это расстояние отмеряем от края каретки до сюда и от края каретки до сюда и соответственно мы когда будем сейчас примерять трубу она должна стать здесь и здесь по отметкам а теперь можно будет рассверлить здесь отверстие чем оно будет больше тем будет легче лучше потому что во первых каретка достаточно имеет толстые стенки и поэтому мы избавимся от большего количества грамм если будем рассверливать просто там отверстие я сейчас найду себе коронку и попробую рассверлить вот потому что на круг получится достаточно существенный результат может быть до 100 грамм сможем снизить вес рамы вот да и в принципе здесь не имеет роли какое насколько маленькое или большое диаметр отверстия у каретки а а и а а я короче решил последовать примеру бежон и не делая слишком большую галтель вот она такая вот получается прям закрывает только шов очень аккуратно очень удобно минимум используется флюса очень удобно чистить даже я бы сказал никакой зачистки не нужно отличный способ о том что это будет держаться сто процентов скорее всего порвется труба чем порвется этот шов попробую найти фотографии одного украинского фрэмбилдера от темп чего-то там вот он также паял и доказал в принципе что данный шов держит колоссальную нагрузку и порвется у вас скорее всего труба а не сам шов поэтому на припое можно сэкономить припой еще плюс дает очень много веса порядка наверно 100 200 грамм а тут прямо вообще легенькая такая получается айхи обожаю обожаю красота и красиво а вот шовчик изнутри он хорошо пропаялся то у нас получается шов и с внешней стороны из внутренней и как видите мы можем это наблюдать из-за большого отверстия в каретки в этот раз я решил начать сборку рамы за него только потому что он один из самых приборным проблематичных элементов вот и пока у меня только распаяна каретка и посильная труба паять и выставлять это будет гораздо все легче свис каретки я решил сделать 55 обычно для трековых рам это где-то 60 сантиметров 6 сантиметров но я сделал чуть меньше пока чуть повыше будет наделал тут налепил много вспомогательных излишних линий угол подсидельной трубы будет 78 градусов как видим уже по чертежу все складывается идеально и колесо будет практически впритык к подсидельной трубе так длина перьев здесь получается около 37 сантиметров поэтому сейчас здесь делаю вырез и здесь вставочку под перо перо с перьями пока все потому что не придумал способ как отторцевать вот эти наконечники перьев нижних к каретке вот пока буду думать как это попроще сделать вот поэтому будем торцевать верхнюю трубу подсидельной подсидельной вот так плотно удалось состыковать две трубы надеюсь остальными будет также зазором очень маленькие плотный как раз под пайку в общем таким макаром зажав сразу две трубы такую державку и долгую упорно равнял обе поверхности результат на лицо поставил я колесо смотрите какая красота покрышка 23 миллиметра и здесь нет зазора она потому что ждут а делать будет здесь выемку здесь тоже очень маленький зазор буквально грязевой вот такая красота сейчас зачищу все посмотрю какая вышла пайка есть что до паял наверно чуть позже надо собирать теперь передний треугольник а теперь не расскажу небольшой секрет почему я первым делом испаял садний треугольник это все ради установки вот таких вот тормозов прикрепиться на такие вот бунки вот ну и соответственно вот у них но соответственно они будут крепиться под кареткой верхние и нижние перья достаточно жесткие и это сейчас используется во многих ттшных рамах сейчас будем размечать сверлить расстояние между бунками 49 миллиметров все оказалось чутка проще чем я думал такие отверстия вот получаются сюда стали бунки сейчас спокойно их с помощью этого кондуктора припаяю вот в общем причина всей эпопеи это задний тормоз директ маунт который крепится к чей стейнам вот и очень крепко тормозят вот так они выглядят с нижней стороны обалденно тормозят гораздо лучше чем клещи потому что не знаю почему потому что очень отдаленно напоминают вибрейки но хват конечно у них тут жесткий купил я их в Китае по-моему в районе трех тысяч ну так качество обработки конечно здесь ну на четверку думаю они всяко лучше чем обычные клещевые тормоза а выглядят они сногсшибательно особенно когда будет велосипед собран и вся весь тормоз как на современных шоссейных триатлоновских велосипедах будет снизу это обалденно ребята наверное на заднем треугольнике я пока закончу свое такое видео потому что монтировать мне тяжело в связи со слабым компьютером но увидимся в следующих сериях пока